В 2014 году у многих, включая меня, появилась иллюзорная надежда, что Путин сможет отринуть роль арбитра над капиталистическими кланами и повести страну в светлое будущее по пути социализма. Однако прошло несколько лет и стало очевидно, что действительно войти в историю, стать собирателем земель и освободителем нашего народа от капиталистического ерма нынешнему президенту не суждено. Тем не менее, многие до сих пор уверены, что Путин лучшее, что случалось с Россией, ставя его в один ряд со Сталиным. Давайте разберемся и узнаем, действительно ли можно говорить всерьез о сравнении достижений Путина и Сталина. Население. За годы правления Сталина численность населения выросла со 148 до 200 миллионов человек. Это при том, что страна прошла через голод и Великую Отечественную войну. При Путине население не только не выросло, но и вымерло со 147,5 миллионов человек до 146,5 миллионов человек. С учетом, что добавилось 2,5 миллиона крымчан и толпы мигрантов. Обратите внимание, мирное время, границы открыты. На полках 200 сортов йогурта и 300 сортов колбасы, а народ вымирает ужасающими темпами. Производство. При Сталине рост на 2000%, при Путине на 60%. Выработка электроэнергии. При Верховном увеличилось с 5 до 192 миллиардов киловатт-часов. При нынешнем отце народов с 850 до 1080. Добыча нефти. При Сталине с 11 до 83 миллионов тонн. При Путине с 305 до 552 миллионов тонн. Правда, ценность этого достижения остается под вопросом, учитывая, что страна прочно подсела на нефтяную иглу. И кормит нефтяными доходами не граждан, которым по конституции принадлежат все недры, а олигархов и близких к власти приживал. Добыча угля. При Сталине рост с 35 до 429 миллионов тонн. При Путине с 249 до 350. Производство молока. Сталин рост с 2 до 16 миллионов тонн. Путин снижение с 32 до 30 миллионов тонн. Образование. Ну давайте будем честны. Всем очевидно, что российское образование, переведенное реформаторами на Болонскую систему, стремительно катится в бездну. Количество врачей. Сталин с 2 до 16 на 10 тысяч человек. Путин с 55 до 49 на 10 тысяч человек. Больницы сегодня, кстати, тоже стремительно сокращаются. Рост заработных плат. При Сталине в 10 раз. При Путине в 5 раз. Но не забываем, что при Путине во столько же раз выросли и цены. При Сталине цены в худшем случае не росли, а в лучшем и вовсе понижались. Реальные доходы населения. Сталин рост в 6 раз. Путин по разным оценкам снижение от 10 до 100%. Смертность. При Сталине снизилось с 20 до 7 человек на тысячу. При Путине осталось на уровне 14 человек на тысячу. Жилищное строительство. Сталин с 10 до 37 миллионов квадратных метров в год. Путин с 30 до 114 миллионов квадратных метров в год. Правда, учитывая, что при Сталине квартиры выдавались бесплатно, а сейчас жилье строится исключительно для того, чтобы жирный бизнесмен стал еще жирнее, а нищий человек еще беднее, данное достижение также весьма сомнительное. При Сталине мы победили фашистов, создали ядерный щит и полетели в космос. Как там обстоят дела с этим при Путине? Что-то не очень. Долларовые миллиардеры. При Сталине их количество как было ноль, так и осталось ноль. При Путине выросло с нуля до сотни с лишним. Ну и финальный раунд. Репрессии. Несмотря на широко известные бредни про миллион посаженных и расстрелянных лично Сталином, на самом деле в среднем при нем сидело порядка 0,5 человек на 100 тысяч населения. В современной демократической России сидит, сюрприз-сюрприз, 0,6 человек на 100 тысяч населения. К слову, такое же количество сидит и в распрекрасных, свободных и также демократических Соединенных Штатах Америки. Вот такие результаты. Возможно, новый Сталин уже родился где-то посреди бескрайних сибирских просторов. И светлое будущее для нашей страны обязательно настанет. Но как бы печально это ни было и не шло вразрез с официальной телевизионной пропагандой, настанет оно не здесь, не сейчас и не с Путиным. Субтитры создавал DimaTorzok